Удачи обоим по углам. Ну что, Алексей, ваши ожидания от поединка и как вы его себе видите? Я ожидаю бой в стойке. Хороший, бесконформистный размин ударами. Грэхэм Расулов. Питер Грэхэм, человек с именем в мировом кадензе. Первый. Смело это говорить. Сейчас пробующий формат ММА и пробующий вполне себе успешно. Трое тяжелых россиян, точнее двое тяжелых россиян от него три раза падали в сумме. Александр Гемеляненко раз и Константин Грюхов два. Причем два это как по счету, так и по количеству. Оба раза он ему проигрывал, оба раза на карту. Саленгири Расулов, безусловно, талантливый ударник. Насколько ему имеет смысл размениваться с Грэхэмом в стойке, который в стойке, ну просто страшен, здесь по-другому не скажешь. Я не знаю, по-моему, если сказать. Перестоять на функционале в поединке ударном неизвестно получится ли. Единственное, что мне кажется, что по формату ММА этот поединок полное время вряд ли продлится. По крайней мере, предпосылок к этому нет. Знаете, это один из немногих бойцов К1, который успешно перестроился для ММА. Ну, в общем, да. Причем бойцов К1 с именем его имеет. Да. Саленгири, конечно, в стойке и боксировать, я считаю, нет смысла. Да, вот хотел спросить, есть ли смысл? Если он какой-то справа попасть, если он немножко почувствует, Питер Грэхэм, что соперник ничего не может ему предпоставить, попасть справа не отлично. Противопоставить, в этом имею в виду, в чем это. Вот так вот попал. И попал хорошо сейчас Саленгири. Нужно переводить. Да, здесь я тебе понял полностью с вами. Предлагает ударный бой, посмотрите. Саленгири настолько в себе уверен, что он в стойке будет работать на равных с Грэховым. Давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. А Баксис-то попал. Если я не ошибаюсь, Саленгири я готовил Олега Токтаров к этому бою. И в углу секундирует, мне кажется, тот же он. Честно, посмотри, честно говоря, не вижу. Судя по голосу, по выкрикам, похоже было, что Олег Токтаров. Расслаблено, Расслаблено, Саленгири. Расслаблено, Расслаблено, Расслаблено. Расслаблено, Расслаблено. Да, да, но по нему влетело два тяжелых удара. Очень тяжелых удара. Оба попали. Саленгири здесь сейчас сработал просто здорово. Но игроком довольно тяжелым. Он пока еще тем более не вкладывается, ведет предыдущий подкрывок у него. В ударном стиле, не форсируя, не похоже, что Саленгирей от него... Такое чувство, что Саленгирей уже подустал. Такое визуальное чувство, что он очень тяжело стал двигаться на ногах. С чем связываете? Опустил ручки. А-а-а. Ну что, недостаточная функциональная готовность? В принципе, он сейчас Амбилу попадал. Поджиматься, поджиматься, поджиматься. Саленгири и Кора от ней. Ну это немножко такие одиночные всплески были. Долго ты еще бегать будешь? Грека, ваши руки опустят. Хорошо, кстати. Хорошо, как соперника. Ну, стоять с Питером Грекхом не вариант. Только двигаться на ногах. Лично мое мнение, не влево-вправо, а нужно двигаться в челночке. В таком боксерском любительском челночке. Стараться. Ну, Лоу, кстати, попал. Зачем уже очередной. Попал прямой. Вы знаете, а сейчас, если брать именно по качеству попавших ударов, Саленгири здесь ведет. Но три хороших попадания есть. Небольшое рассечение. Грекхому сейчас в актив можно записать как Лоу. И то, что он доминирует. Ну, номинально. Забрал центро-ринка и гоняет соперника. Столько угодно. Но здесь-то будет не свидеться, в конце концов, кто больше позицию себе знает. При прочих раундах, да. При прочих раундах. Но если есть попадание. Ну да, качество попадания, конечно, намного было больше. Чуть не дотянулся. 20 секунд досталось до первого раунда. Неужели настолько вот еще хорошие в плане функциональном Саленгири, что такое? Скользкий ринг, но мокрый. Такая небольшая хитрость, я считаю. Конечно, это да. Перевести дух. Перевести дух за 20 секунд до конца. Потом будет еще возможность посидеть немножко. Сидел по всему, мы увидим второй раунд. Вот первое попадание. Вслед за ним уйдет второе. Аккуратнее. Лоу. Пока это все одиночный удар. Колено в голову. Внимательней. Такое чувство, что Саленгирей отрабатывал под лоу правой прямой встречной. В принципе, да. Заготовочка он раза два продемонстрировал. Подобьет Грэхэм правый лоу. Его с такой коронный удар он встречает с шагом левой ноги и правой ручкой. Ну, вы знаете, вот, честно говоря, по тому, как мы с вами понаблюдали за первым раундом этой противостоятельной, лично у меня есть вопросы по функциональной готовности Саленгири и Рассулу. 15 минут в подобном темпе двигаться очень тяжело. Даже просто двигаться в подобном темпе. Учитывая, что против тебя стоит локультер, которому достаточно, может быть, единственного шанса по тебе попасть, надо быть сверхконцентрированным, а сверхконцентрированным ты способен быть только если готов именно... Саленгирей говорит, что если переломать, то... Да бог с вами. Руку сломал. Не боевой настрой есть у Саленгирея в углу. Ну, как-то да. Ну, что, будет работать? Если руку сломал, то, судя по всему, будет. Не похоже. Хотя, безусловно, здесь бойцу виднее. Ладно, что там во втором раунде? Что там во втором раунде и что с функционалом Саленгири и Рассулу? В конце концов, как мне кажется, что вот он борется получше. И не очень понятно, с чем связана вот именно манер ведения поединка в стойке. Не очень понимаю. То есть, если поединки против Александра Емельяненко, который сам себя представили, прежде всего этот ударник, Константина Глухова, который чистый ударник, здесь понятен, бой к стойке, понятный актер. Саленгирей тоже, я бы не сказал, что обладает какой-то сверхборцовской техникой. Он умеет бороться, но... Но всяко лучше он борется, чем Грехом, который... Конечно, да, надо искать там. А ничего, пока ни одной попытки не было. Интересно, как функционалка у Питера Грехома. А, ему нормально. Он двигается по короткому радиусу, посередине. Соперника гоняет по длинному. А сейчас, кстати, Рэффер может предупредить за последнюю... Не хочет драться с Аленгирей. Я думаю, это все. Да, похоже, полотенце. Полотенце и поединок, пусть не очень зрелищный, но Питер Грехом выиграет. Пусть он на них не сдержал, за свои обещания, не в играх нокаута, но... Здесь публикой поработал уж по полу. В 37 лет продемонстрировали такую растяжку. До Гавани Global Finance Invest.